Капайте кобальт, капайте сиену натуральную, капайте железнолокисную. Капайте кобальт, капайте сиену натуральную, 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 капайте сиен Семена, правильно сказала, и накапайте красный, максимально яркий, красный, теплый и холодный. Объявление закончено. Сейчас всех ждем, кто капает, и будем приступать. И кроме того, что капать, спрашивайте про хитрик, потому что сегодня, конечно, у меня задача показать как можно больше кистей в действии, потому что они лежали на стенде там, и мне кажется, не все порисовали, кроме меня, а теперь пришла моя очередь порисовать этими кистями. Все их попробовали, и я покажу. Конечно, у меня тут сегодня набор огромный, это не значит, что они мне нужны для такой маленькой работы прямо все, абсолютно, конечно, нет. Ну, просто мне хочется показать больше, как можно. Спасибо. 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 Возьму какой-нибудь условный желтый, например. Ну то есть в качестве желтого пусть работает вот такая краска. Она называется прозрачный оксид красного, но это просто красно-коричневая краска. Видите, когда я позволяю краскам смешиваться на листе бумаги, кроме того его можно наклонять в планшет, ну то есть ускорять вот это размытие, получается довольно красивые переходы и нет грязи. То же самое, например, можно сделать, сейчас еще покажу, здесь тоже намочу дополнительно, можно сделать с цирулиумом, ну то есть я беру синий и беру условный желтый, то есть в качестве синего это разные оттенки синего, в качестве желтого условно это вот желто-коричневое и можно взять сиену натуральную. Кобальт чуть, ой, это не кобальт, цирулиум, он видно, что начал уже гранулироваться больше. И вот тоже, то есть когда краски нанесены вот так, то видны красивые переходы, потом они когда высыхают, вот видите, вот здесь вот они и смешиваются, гранулируются, даже там, где они накладываются друг на друга, грязи нет, смесь выглядит красивой. А теперь, сейчас я просто другую кисточку возьму пожестче. Смотрите, что произойдет, если я эти же два цвета смешаю на палитре. То есть в первом случае у меня был кобальт. У меня был кобальт и красный цвет красного. Вот он. Ну, конечно, цвет потом получается исходный от пропорций, которые мы смешиваем. То есть смотрите, на самом деле это просто оттенок серого получился. Вот, ну серо-зеленый. Видите, да, вот это смешение на бумаге, вот это смешение на палитре. Просто обычное механическое перемешивание. Смесь цирулиума и сиена натуральной выглядит еще более некрасиво, ну на мой взгляд. То есть для моих целей мне такое не нужно. Она переходит в зелень, немного мутную. Ну и в общем-то тоже это как будто бы один из оттенков серого. Видите, да? То есть таких красивых переходов не добиться просто смешением этих красок. И для того, чтобы получить их на бумаге, вот такие, сейчас они еще, как сказать, усядутся, в конце она высохнет, они еще больше друг друга проникнут, проникнут в краску, и эти переходы между ними будут еще более нежными. Так вот, чтобы такое сделать, нужна кисть, которая способна в себе держать много воды и краски. Кистью так называемой сухой, где тонкий кончик и жесткой. Такого не добиться. То есть вы не сможете так внедрить краски друг в друга. И поэтому вот, допустим, для этих целей, сейчас я вот сюда положу, и я вообще люблю фон делать вибрирующие из разных цветов. И повторю, они все смешиваются на бумаге, потому что в моем случае он редко играет какую-то важную роль. То есть мне фон нужен, чтобы отделить одну среду от другого. Например, если это стекло, отделить от воздуха или отлепить предметы друг от друга. И мне хочется сделать его просто поинтереснее, чем однородная заливка. Поэтому, пока я говорила, у меня немножко высохло, я еще раз смочу и покажу несколько кистей, вот которыми я люблю работать, делать фон для того, чтобы добиваться такого эффекта. Сейчас я смочу повторно, так как высохла бумага. Во-первых, мне нравится аква красная. У нее хорошее сочетание довольно наполненного толстого брюшка и тонкого кончика, что позволяет обойти предметы, которые я не хочу задевать фоном. То есть я не мочила их, но для того, чтобы сделать четкую границу. То есть у нее достаточно тонкий кончик. Сейчас я подготовлю. То есть видно, что у меня тут совершенно разные оттенки, совершенно разные цвета. Из синих мне нравится кобальт для его грануляции. Я добавляю фиолетовый. Это вот сейчас я беру. Это ленецианская пурпурная от несколько палитров. Мне прям она очень нравится как раз. Я рекомендую от души. На самом деле вот цвет смеси роли не играет. То есть она может быть любой. Чуть наклоню ее, чтобы стекало сюда, чтобы контролировать затекание краски. И вот смотрите, то есть она содержит, как я повторила уже в себе, много воды. Брюшком кисти я работаю вот так, позволяя краске течь. И буквально за несколько движений можно покрыть весь фон. Опять же кончик кисти позволяет работать тонко и подходить к краю, так как мне это удобно. Наклоняю немного просто, чтобы контролировать затекание, чтобы она сюда не затекала больше. Так вот, да, и образовывала мягкий край и сходу в грамм тазу. То есть здесь у меня фон достаточно темный, картинка вам видна. На самом деле здесь он темный, мне нужен для того, чтобы опять же отделить торт поверхности, глазированную глянцевую, она блестит от окружающей среды. Несмотря на то, что торт темный, ну то есть это глазурь, она шоколадная, это заметно. Иногда бывают такие моменты, когда белое выглядит темнее, чем черное. Само по себе, чем локальный цвет. То есть здесь натюрморт этот находится при дневном освещении. И горизонтальные поверхности при дневном освещении всегда теплее, чем вертикальные. Это одно. Ну и во-вторых, она отражает свет, дубликует. То есть, конечно, я люблю более детализированную работу. Может быть, я дольше копаю. Сегодня это просто демо. Я покажу кисти, которыми работаю. Я покажу приемы, которые я использую. Ну и это будет более этюдная работа. Она не будет такая уж детализированная. В общем, вот. Сейчас можно вращать планшет, ну либо на то, на что у вас там прицеплена бумага, для того, чтобы помочь краске смешаться. Ну или можно работать более вдумчиво. Вот эта цветность, она исчезает после того, как она усядется. Причем вот эта усадка, она происходит еще в течение некоторого времени. Нередко она заканчивает. Даже когда работа просто высыпнет. День-два, а то и три. И даже бывает через неделю встаете, она выглядит по-другому. То есть фигмент еще уходит, уходит. Ну вот мое личное наблюдение на той бумаге, на которой я работаю, оно еще туда проникает, проникает. Но процесс, вот она точно идет неделю две, на мой взгляд. Такой же прием можно достичь. Я что-то все одно сделала. Вот мне еще нравится вот такая кисть. Она еще более упругая. Ее сейчас у нас нету, потому что эта кисть неуловимая. Она исчезает очень быстро. Она правда это просто идеальное соотношение цены и качества. И вот от всей души искренне рекомендую. Мне кажется, еще не было кому бы вот она не понравилась. Такой F10 можно показать на сайте. Тоже в чем ее? Ну вот здесь продемонстрирую. Может быть потом там. Ну давайте, кстати, я тогда фон внизу сделаю. Смочу. Если кто-то рисует, то я здесь смочу тень падающую. И суть у нее в общем-то та же самая. То есть вот эта кисть состоит из имитации белки и натурального соболя. А вот здесь просто имитация белки. Она более упругая, чем белка, но не уступает свойству набирать воду и держать воду и краску. Ничего. На мой взгляд, она даже превосходит белку по удобству использования. Смочила. Использую более темную смесь для тени падающих. Возьму кобальт. Рекомментирую для тех, кто существует со мной. Возьму кобальт. Возьму медицианскую пурпурную. Вот эта смесь, кстати, мне очень нравится для темных теней. То есть она опять же, будучи смешанной на бумаге, даст какой-то из оттенков серого условный, ну, конечный цвет зависит от пропорции. Там он будет более сизый, более коричневый. Но если смешивать на бумаге, то получается такой красивый градиент. лыжном, пурпурную. Бензянскую пурпурную. Там видно немного бликов тарелки. Можно взять что-то потеплее. Например, тот же самый карт gráfic. Можно взять ультрамарин у кого кобальта нет. Ультрамарин он более низкий по тону изначально, может быть, даст. На бензин не и лучше подойдет. Тут же самое ультрамарин и бензианская турфурная. Ну и, в общем, вот, то есть она также помочит еще оба слуха. Если меньше разговаривать, больше работать, конечно, там мочить не надо под соль. Бумага у меня здесь сандарт в этот сорт. Она тоже партнер этого фестиваля, ФИО, который представляет эту бумагу. Мне она очень нравится. Это средняя фактура. Ну и, в общем, вот смотрите, то есть тоже кисть в несколько. Тонкий кончик. Я всегда обычно работаю кончиком по направлению к тому предмету, вокруг которого, например, моя заливка происходит. И брюшком работаю, не щадя кисти, прямо вот так вот. То есть, опять же, синтетика более износоустойчива, поэтому кончики не такие хрупкие, как у величейки. просто надо очень слухой. Продолжение следует... И это, знаете, такой дополнительный инструмент, который сигнализирует о том, что действия, которые художник пишет, происходят в зале солнцем месте. Потому что, ну, это легко проверить. Сейчас я пример привожу. Например, если вы зимой выходите в пасмурный день на улицу, то тень от вас будет практически не видна. Она будет очень-очень мягкая на сенье. И если вы летом в яркий солнечный день где-нибудь на песке, на пляже, на улице, на асфальте, то тень будет максимально резкая. Чем ярче солнце, тем более четко будет тень. Ну, не солнце, а вообще источник освещения четче и ярче, тем будет более резко четче. Вот, то есть вот вторая кисть, которая мне очень нравится для крупных заливов. Вот эти вот я использую. И вот эту можно купить сейчас, она на маркете есть. Так, сейчас можно заняться серединой торта. То есть технология работы порядок, он продиктован прежде всего тем, что я делаю так, чтобы одно сохло, другое я могу рисовать. Это не то, чтобы порядок сначала сверху, потом с ним до фона. Ну, еще я хотела показать кисть. А вот, кстати, смотрите, это тревел-набор. Я хотела показать, что эти кисти, то есть у меня большой, ну, как большой, это три, не совсем маленький формат. Вот эта кисть из тревел-набора, она вот так вот выглядит, совсем маленькая. То есть ее можно положить в карман, в косметичку. Я кладу, у меня маленькая дорожная косметичка, там вот такой скетчбук и вот эта кисточка. И маленький набор красок, можно в малюте порисовать. Но когда вы ее раскладываете, это не компромисс. То есть это прям полноценная нормальная кисточка. Форс у нее точно такой же, как вот здесь. Это имитация белки и точно такой же, как вот здесь, только здесь еще соболь натуральный. За счет разной сборки, видите, они имеют разную форму, чуть-чуть разные свойства, свойствами они обладают. И я хотела сказать, что вот эта кисть, несмотря на то, что это тревел, при большом формате это полноценный рабочий инструмент. То есть она и в руке удобно лежит, и размер у нее подходящий, это номер семь. Пишем. У меня котятерка. Здесь, кто рисует за основу, я беру вселенную, набираю, добавляю. Можно добавить немного. У меня пироль оранжевый. То есть это не совсем оранжевый цвет. Вот здесь, если видно на референсе, вот в этом месте, кусочек становится тонкий, но в гибе. И немного прозрачный. То есть обычно среды на просвет становятся более теплыми. Ну, обычно так бывает. Я еще... Я разговаривала с людьми, которые серьезно увлекаются физикой. Они сказали, что это не стопроцентное правило. Но я попросила привести пример, где это не так, но они не могли привести. И такой же пример книги Ревякина, что любая прозрачная среда на просвет, она становится более теплой. То есть тоже, например, часто пронесутся. Сидите, например, под деревом. В солнечный день, если вы голову задерете кверху, то листья будут для вас теплые, желто-зеленые. А если вы посмотрите на это дерево со стороны, то листья обычно имеют холодноватый подсвет, когда солнце, ну, свет на них падает по поверхности, в скорости. Возьму тот же кобальт. То есть обычно хлеб, ну, вот, торт, условно, тот же самый хлеб, он имеет в тенях красивый сизо-голубой цвет. То есть редко он будет коричневый в теплую сторону. Чтобы написать «хлеб в тени», это не значит, что нужно использовать ту же сиену, утеменять в сторону коричневого. У него более холодный оттенок, сизо-серый. Вот обратите внимание, на белом куске. Поэтому я здесь это локрирую, понимая, что оно все равно провалится, и немного цвета идет. Вот, и беру холодный. То есть вот эта кисточка, но она, в принципе, она вполне полноценная, для которых просто работает инструмент для больших форматов. Для А4 она будет просто прекрасно. Еще я показывала вчера вот такие кисти. Это в пленочной обойме, это колонок и синтетика. Кисточка очень упругая и многофункциональная. То есть для больших заливок она тоже хороша, но, конечно, не так, как мягкие кисти. А вот для такого формата работы, вот эта номер 6 и номер 4 прям здорово. Они очень подходят. Кроме того, она достаточно жесткая, для того, чтобы делать фактуру, и для того, чтобы можно было ей вытирать, ну, как бы делать протирание. Сейчас покажу, что я имела в виду. Видите, уже меньше воды. В нее можно меньше воды, больше цвета набрать, то есть она дает более яркое. И если ее высушить, так вот распушить. Видите, даже немножко культуры появляется, можно делать ровное стирание, чтобы неровный срез этого торта выглядел более натурально. Опять же, ее не жалко даже вот так. Вот так даже ей делать, потому что ничего не будет с ней. То есть вот эти кисти у меня давно, уже, наверное, пару лет. Кончат до сих пор тонкие, когда ее, когда именно можешь. Так, к чему мы можем перейти? Можно, сейчас вот это все дело присохнет. Теперь можно перейти к глазури. А, вот, что я еще хочу рассказать. Я хочу рассказать про мангуста и про синюю серию. То есть мангуста уже нет, я расскажу вот это про маленький номер, остался по-моему четверки, тройки нету, а аква синее есть. Синяя аква, синяя кисть из серии аква, она самая управляемая. Вот и мягкая синтетика. Вот это у меня в руках номер 5. Я забыла взять с собой номер 6, но вообще номер 6, наверное, одна из самых универсальных, потому что держит в себе больше материала, а кончик у меня точно такой же тоненький, какой это. Вот. Для деталей, вот, допустим, для того, что здесь осталось, кроме заливок, прямо идеально. Можно, ну, начать ее и закончить ее можно. Сейчас я сделаю основу. То есть, опять же, хочу добавить больше цвета, потому что, ну, пилозурь, как правило, глянцевой поверхности, она коричневая, но когда она будет бликовать, она будет какой угодно, но только не коричневой. То есть она здесь должна быть светлая, и когда она высохнет, она у меня должна быть светлее, чем фон. Вот здесь вот видно. То есть можно будет потом фон еще добрать, но мне нужно, чтобы он высох, потому что вот на таком этапе мочить нельзя. То есть это можно только испортить. Уже лучше не трогать. И вообще, если, ну, вот я придерживаюсь правила, если что-то даже пошло не так, как-то пятно ложится не так, то я жду полного высыхания, потом можно повторно смочить и нанести то же самое, повторить там, где-то утемнить, добавить, и при этом заливка сохранит свою прозрачность. Например, ну, например, вот здесь, вот здесь раза в два. Кстати, вот здесь та же самая была кобальт и сиена натуральная. Или вот здесь вот. Вот. Здесь вот этих заливок фоновых было три. Ну, то есть они сделаны последовательно, после полного высыхания, плюс они просели, и выглядит прозрачно. То есть здесь нужно дождаться, чтобы бумага перестала идти волной, и потом можно посмотреть то же самое. У меня вот здесь? Ну, да, получилось. Я потому что не заботилась, наверное, больше о там цвете, мне хотелось показать приемы. Если более вдумчиво работать, можно подумать, по-другому фону решить. Ну, вот так получилось. То есть здесь я заливаю холодным цветом, ну, потому что обычно, обычно блики окрашены от дневного света в холодный цвет. Чаще всего. Могут быть разные ситуации, но обычно так. И то же самое, кстати, вот на боковой поверхности, если обратить внимание, сейчас у меня типа подложка, что-то я делаю. Глазурь местами намного светлее, вот, допустим, вот здесь вот, если ее опять же сорванить фоном. Ну, фон там был условно белый, просто он так. Это окно, и оно вертикальное, там как-то стекло может быть. Стекло, ну, само стекло, толщина давала вот этот цвет. Ну, это как раз тот случай, когда, видите, даже получается, мякоть торта, ну, то есть это обычно, чем молоко, он светло-бежевый, если так можно назвать, и темная, глазурь шоколадная. Видите, да, что горизонтальная поверхность, даже будучи темной, насыщенной, коричневой по цвету локальному, она светлее, чем вертикальная, ну, вот светленькая мякоть там обычного бисквитного торта. Для... Чего коричневый? Для шоколада пока коричневый я не беру. У меня здесь смесь, скорее, ну, ее можно назвать ситофиолетовой. То есть можно, можно, да, взять коричневый, какой, да, вот этот, да, и можно добавить витрамарин. И еще вот даже здесь я сейчас, когда рисую, смотрю, анализирую, то есть получается, что эта ягода, хотя она красная, она светлее, чем темно-коричневая глазурь, шоколадная. То есть это, ну, ну, как бы не очевидно, вот так на первый взгляд, но вот когда объект попадает, то есть, конечно, если рядом просто положить глазурь, в мисочку налить ягоду положить, понятно, что глазурь будет темнее. Но как только эта глазурь ложится на какую-то форму, и эта форма помещается в какую-то световую среду, то уже нельзя так однозначно сказать, что будет темнее, что светлее в каждый момент времени. То есть где-то будет так, а где-то будет не так. Это нужно все время отслеживать, контролировать. Оставляем пока. Сохнуть. В принципе, вот здесь у меня уже высохло, то есть сейчас можно сделать темное. Краска должна быть погуще для уже темного цвета, потому что чем больше воды на кисточке, чем влажнее лист, чем больше воды на кисти, тем светлее потом станет цвет. Чтобы не писать много слоев, конечно, можно добиться яркости многослойным нанесением, я возьму кисть пожестче. Вот наверное, ну не наверное, там одной из самых жестких кисточек акварельных является имитация мангуса. Она пригодна, кроме акварели, для живописи гуаши, но хороша, потому что, например, все остальные, вот эти, вот эти, они, конечно, для гуаши не пригодятся. Нельзя использовать. Вот эта, она хороша для акрила, даже, говорят, для масла, я не пробовала, но вот, выявляете, приглядите, что для масла тоже подходит. Имитация нангустов, она какая-то очень смешная, 140 рублей, что ли, 20 стоит номер 3. Вот, одна из самых универсальных кисточек, которые не жалко, ну и пусто у нее кончик, например, ступится, потому что можно позволить себе купить новую, а колонок, вот такой вот, номер 2, конечно, у него кончик разрушается, она более пластичная, но кончик у маленькой кисточки, у шершавой бумаги хлопковой разрушается быстрее. Глазурь, то есть для глазури я буду брать синий цвет, причем я возьму синий, это встало, но встало бывает разное, бывает встало блю, а бывает встало ред, то есть он как бы встало вообще голубой, но бывает, нет, не правильно сказал, бывает с зеленым оттенком, вот он, сейчас покажу, что они выглядят по-разному. Его надо использовать осторожностью, особенно вот в такой встало, потому что он очень часто с какими-то желтоватыми, даже желтокоричневыми оттенками будет давать цвет зеленки. А есть встало ред, видите, они как отличаются, хотя это, по-моему, один и тот же пигмент, В-15, но видимо из-за разных хвост, во время производства, не знаю, чего-то можем вывести, он разный. Вот этот не нужно, если у кого-то есть вот такой, берите такой, либо берите ультрамарин. беру вот такой, потому что у него очень низкий тон, даже ниже, чем у ультрамарина, то есть в густом нанесении видите, он прям все-черный. Беру вот такой встало, беру свою любимую венецианскую пурпурную, а венецианская пурпурная на самом деле это пигментный состав, если у вас краска не венецкая палитра какого-то другого бренда, это перелин марун, перелин коричневый, 79-й, фоер, по-моему, 79-й, и сюда же добавлю фиолетовую, тоже из-за низкого тона. Ну и опять же, вот писать коричневый через коричневый немножечко ошибка, то есть он никогда не бывает прямо коричневый, за счет, имеется в виду глазурь, то есть за счет повышенной способности к бликам он всегда будет иметь какой-то оттенок, то есть, знаете, даже в тени не очень редко он будет прямо коричневым, если вот понаблюдать, то это так. И вот, как говорил мой преподаватель по живописи, он говорил, что в живописи все самое интересное происходит в тенях. То есть на свету мы видим, ну, как правило, локальный цвет предмета, и он наименее интересен. То есть это тот цвет, который, если это предмет рукоформный, которым его краска, которую вы покрасили на заводе, то есть там красный мяч, шарик будет прямо того цвета на свету, как выглядела краска, которую красили. И в тени там будет все, что угодно, но только не такой красный цвет. У природных объектов, конечно, нету какой-то определенной краски, краски, которые они были окрашены, но тут то же самое. То есть в тени место, это самое интересное, и в тени место борьбы, так скажем, место борьбы за влияние. То есть в тени, тень это борьба эффектов, где каждый предмет освещает друг друга отраженным светом. Из-за этого происходит бесконечное взаимное влияние. То есть там, например, в тени красное яблоко освещает собой красным отраженным светом зеленую драпировку. Зеленая драпировка освещает собой красное яблоко. И вот из-за этого вот эти все рефлексы накладываются. Сейчас я пишу в темные места. Здесь у меня все рисуют это венецианская фиолетовый в тени. Сейчас я просто подглядываю на рейкеринс и смотрю, как вывели блики и переношу их на бумагу, потому что здесь нету каких-то правил определенных, только подсмотреть, как эти блики в жизни были расположены. Зависит от формы предмета и тут как бы уже такие знания помогут, будут бесполезны. Ну, имею в виду, что, например, если форма понятна, источник освещения понятен, как случилось с лучаром гипсовым гигиеническим, там можно и даже не подсматривая на натуру, понять, как бы цвет распространяется, как бы существует предметовый. Сложным освещением и бликующей поверхностью там просто нужно смотреть на натуру в нашем случае и собирать. Ну и еще на бликующих поверхностях всегда на глянце это касается не только глазурь, это касается всего угодно полированного металла, например, стекла, свойства, что темные места будут в близком соседстве с очень светлыми местами, потому что они очень активно принимают на себя все отражения, все рефлексы, все блики на их поверхности очень-очень видны. То есть вот видите, получается, набирает краски много, цвет темный ложится, цвет здесь видим темный, что еще показать? Вот, еще хочу показать кисточку из тревел-набора это имитация колонка, то есть она обладает уже, конечно, совсем другими свойствами, чем я показывала имитация белки, у нее очень острый кончик, она также более сухая, но за счет этого можно положить более яркий цвет, и для небольших форматов, особенно если вы примерите, там у вас скетчбук, может быть, скетч цвет прям идеально, то есть на небольшой страничке скетчбука, там, среди если вы смотрите, пока не было яркого коричневого цвета, то, в принципе, вот это все казалось довольно темным, после того, как появляется контрастное пятно, все на листе меняется и выглядит уже по-другому. Опять же, вот из-за того, что я так пишу-то одно, то другое, мне нужен обычно всегда кончик для того, чтобы обойти. То есть мне нужно и у фона обойти вот эти вот места. Мне нужно и вот здесь каждую ягоду обойти. И поэтому кончик тонкий важен. В принципе, видели, да, у всех кисточек вам достаточно для того, чтобы сделать этот край, который нужен. Спасибо. Вот, еще хотела показать кисть. Это новая, длинненько, премиум. Она состоит из двух видов кистей. Это плоская кисть. То есть у плоской кисти у нее вот такой кончик. Видите, они разные. Здесь микс, здесь имитация белки и белка. То есть она более упругая. И круглая кисточка. Это просто белка. Классическая мягкая белка. Самым-самым-самым кончиком. Но я хочу показать вот эту. Ей удобно делать. В принципе, ей можно и вполне классическую живопись сделать, и можно делать со структурой. Например, на этой тверке. И если ее высушить, немножко распушить, то она будет давать структуру. Сейчас покажу вам. Ну, несмотря на то, что мягкая, это кистика. В смысле, она довольно управляемая. Может давать как рисунок ребром, так и заливку плоскостью, что удобно. Вот сейчас посушим ее. Если нужно кисточку обсушить, но чтобы на конце осталась краска, ее обсушивают вот так вот. Отжимают у основания. Можно видеть, и она проскальзывает, и будет давать какую-то фактуру на бумаге. Будет зависеть от типа бумаги. То есть, конечно, по ацетину она будет не так, а по среднему зерну или по шону будет вообще очень красивая фактура. Особенно хорошо, например, в море, когда делать, или какие-то проскальзывания делать на бумаге, если это изяш. Вот такой жесткой кисточкой можно делать протирание. Например, вот здесь выбрать. Видите, вот она позволяет. Эта краска уже, в общем-то, призывать на бумаге. Все равно можно ее чуть-чуть смочить. И брать. Сейчас здесь подсохнет. Перед тем, как перейти к ягодам, мне вот здесь не очень нравится. Я хочу немножко избавиться от этого синего фона. То есть, вот как я говорила, можно просто повторить процедуру. То есть, мы смачиваем еще раз. Опять же, то есть, для такой работы кисть должна быть мягкой для того, чтобы не поднять даже с хлопком. Можно поднять сегмент слоя для того, чтобы это не произошло. Кисть должна работать деликатно. Просто еще раз. Кисть должна быть мягкой для того, чтобы не было ничего не было. Кисть должна быть мягкой для того, чтобы не было ничего не было. Кисть должна быть мягкой для того, чтобы не было ничего не было. Кисть должна быть мягкой для того, Кисть должна быть мягкой для того, чтобы не было ничего не было. Кисть должна быть мягкой для того, Кисть должна быть мягкой для того, Кисть должна быть мягкой для того, Спасибо. 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 Когда высохнет, видно, что вот здесь он высыхает, уже становится светлее, светлее, потом совсем пропадет и будет очень-очень свет. Вот эти вот края, они после полного высыхания, например, завтра или послезавтра, вот этих мест будет почти не видно. То есть оно уйдет совсем туда, вглубь листа. Бумага достаточно рыхлая, и Сандерс Виттерфорк отличается тем, что она жадная бумага, говорит, дай, дай, и все. То есть снять очень сложно, там, не знаю, с фабриана снять гораздо легче, цвет ярче. То есть тут он прямо уйдет. И потом можно вот поближе подойти посмотреть, может быть, и сейчас видно. Вот здесь видите, как красиво, то есть такое свойство у крупнодисперсных красок, цирулиум, например, или кобальт, они как будто бы легли в эти ямки, то есть куда положили, они там и легли. А красный, вот здесь был прозрачный оксид красного, немного фиолетового, потому что оно тоже очень тонкого помола. или сиена натуральная. Они убежали этим потоком воды, то есть их вымывают из-под крупного пигмента, и получается вот такой красивый. Собственно, ничего не делали, никаких усилий для того, чтобы достичь такой красивой размывки не было. Просто намочить, положить краской в нужном порядке, и дальше вода, и, как говорили, сами все сделают. Вот, теперь можно перейти уже к яркому цвету. То есть здесь я предпочитаю, когда рисую что-то красное, прямо, что называется, брать из коробки, из коветки, краски, потому что красный особенно склонен к тому, чтобы быть грязным, что ли, в смете. И тоже, как я всегда говорю, красный, ну, не красный, вернее, любой яркий цвет можно в том приглушить, если он вдруг покажется диковатым. Но обратно вернуть нельзя, и ярче, ярче и чище делать цвет невозможно. Поэтому, вот я прямо готовлю яркие цвета себе отдельно, то есть я не буду. И цвета буду так же, мочить не буду, буду смешивать прямо на бумаге, потому что иногда смесь, вот когда она красиво выглядит, то есть она подобрана, она выглядит красиво на выкраске где-то, но когда они встречаются на вот такой вот одной маленькой поверхности, особенно, ладно, это А3 бывает поменьше, еще на А4, как правило, они проникают друг к другу, перетекают друг к другу, и получается мутновато, незвонко. То есть лучше даже подложку написать, ну, здесь вот я в один слой делаю, то есть на самом деле там можно один и два, и три слой работать более деликатно, тщательно. Мой совет, подложку делать, особенно для красных, сочных, особенно если вот это акцент, делать прямо чистым цветом, а потом уже смотреть, нужно вам приглушить или не нужно. Если сразу же работать смесью, то иногда бывает, что не вернуть, особенно если яркость, особенно если эта смесь на основе кадмия. Прям кадмия красной точно не надо с чем смешивать, будет лепновато. И вот здесь, знаете, будет механизм работы, ну, алгоритм работы, особенно тут вот смородины много этих ягод, не пересчитать, не знаю, 15 штук, наверное. К большому счету они будут все нарисованы одинаково, тоже. То есть вот так быстро для дема, не сильно не всматриваться. Я иногда использую прямо две или три кисточки. То есть они же будут плюс-минус, мне нужна будет холодная смесь и теплая смесь. Холодная и теплая. И бесконечно мочить кисточку и менять смесь. Ну и краски жалко, и времени жалко. Я беру две и прямо сразу же одну, другую, одну, другую. Мне так удобнее. Ну вот, начнем с клубники. Да, конечно, можно. Конечно, подходите к клубнике. Да, опять же, опять же, опять же. Ну, клубники. Вот здесь вот, если посмотреть, то же самое происходит. То есть это круглая форма, на которую падает свет. И темно-красная ягода выглядит светлее, чем там, ну, условно, какой-то белый фон сзади. То есть там светлое окно было, но оно выглядит темным. Фотография, когда фиксирует момент, оно выглядит темным. Соответственно, и клубника, ну, я тоже всегда это говорю, что есть такая шутка, как нарисовать клубнику быстрый и реалистичный. Ответ никак. То есть потому что клубника – это круглая форма, внутри которой ямки находятся. А в каждой ямке лежит еще одна круглая форма в виде зернышка. И, по идее, чтобы это рисовать прям реалистично, тогда нужно рисовать эту круглую форму, как на ней лежит свет. Потом эти ямки рисовать, ну, понимать, как там ляжет свет. Потом эти зернышки. То есть, конечно, это условно всегда. То есть можно просто там пренебречь этой детализацией. Здесь я немножко закрыла маскирующей жидкостью. Но вообще можно начать просто с максимально теплого, потому что он здесь на границе довольно теплый. И просто хаотично оставить какие-то белые засветы. Ну, то есть тоже сейчас для демо. Вот у меня кисточка – это пятая терка, номер, синяя, аква. Вот она, прямо икончик у нее тонкий. И держит она, видите, вот лужицу оставляет. Я довольно много краски набрала. В принципе, ей можно вообще все ягод еще закрыть, если бы мне нужен был один цвет. Вот, потом я перейду на просто красный. Прям это такой классический красный. Здесь у меня Виндзор и Ньютон. Краска называется Виндзор Ред. Но, в принципе, это любая красная краска на красном пигменте 254. То есть это, ну, неважно, какой бренд. Это не Кадми, потому что Кадми может быть мутноват. И опять, я вот дохожу до этого места и понимаю, сейчас все время смотрю на референс. То есть даже при такой мелочи нужно все время анализировать. Смотрите, здесь, вот здесь эта ягода, цвет у нее один, ну, то есть она одного красного цвета. Вот здесь она у нас светлее, чем белый фон. А вот здесь она гораздо темнее, чем такая же красная смородина. И для того, чтобы вот эта смородина стала яркой и сияющей, нужно вот эту фоновую клубнику для нее сделать темной. Как говорится, если хочешь что-то сделать светлым, найди что-то, можешь сделать темным. Здесь можно, ну, там, заменить супермаринами, например, с лобой там можно. Здесь я, конечно, сейчас не обращаю внимания ни на какие ямки, ни на какие дырочки, просто условно ее рисую. Но если тщательнее делать слоями, то можно реалистично нарисовать фактуру. Опять же, вот мне нужен и тонкий кончик для того, чтобы обойти круглую ягоду. И нужно много материала для того, чтобы у меня не бесконечно не лазить. Это вот к вопросу о синтетике, что, ну, как бы раньше синтетика, мне кажется, особенно в годы моей учебы, она плохо подходила для акварели. Конечно, мы все писали белкой. Колонок был, колонок было не найти, он был дорогой, ну, не дорогой был. Мы писали белкой. А синтетика непригодна была. А сейчас синтетика, на мой взгляд, даже по свойствам происходит. Катуральный ворс. Опять же, вот смотрите, я рисовала прямо краской из банки, но она уже начала ходить вглубь бумаги, и она не выглядит такой яркой. Тоже здесь начну с края. Здесь точно так же зернышки светятся, бликуют, я оставляю просто для них какие-то пробелы. Потом при желании можно поразбираться, и внутри каждого просвета более аккуратно нарисовать будет темная химичка. Тут у меня еще маскирующая жидкость, я ее уберу. Перехожу на красный. И опять же, мне нужен очень темный цвет. Здесь я использую перелент фиолетовый. Это прямо рекомендую краску, которая, правда, стоит уменьшить в своей палитре. Однопигментная, чистая, темная. То есть низкого тона в акварелии самое сложное это получить темный тон, чистый, звонкий. И смесь красок, которые изначально не обладают низким тоном, она, конечно, его не даст. Будет грязь, и все равно светло. Поэтому вот все перелены, перелены зеленые, перелены фиолетовые, перелены коричневые, они очень хороши. Вот опять же, мне нужно сейчас обойти эти клубничины, ой, вернее, смородины. А вот здесь, видите, я подхожу к краю, и для того, чтобы отлепить одну ягоду от другой, смотрю на фото и как бы думаю, а почему я их вижу, что они отлеплены? Потому что вот эта вот на своем повороте, она освещена, нижняя, и она выглядит светлее, чем та, которая находится за ней. Так, а с клубник осталась у нас в срезе, которая для среза я возьму сиену натуральную, из-за нее серединка, ну, я бы вижу ее какое-то такое, наверное, такого-то, как заводка среза. Можно взять неаполитанский желтый, здесь вдруг она у вас есть тоже будет. Можно использовать. Слабый раствор, и эта слабая зумитка, она будет основой для того, чтобы вплавить красный цвет, потому что она на среде, и там это перетекание друг в друга, не знаю, как это правильно назвать, окрашенной части ягоды и неокрашенной. Беру краску и от края наношу, а сюда она промачивает. Здесь у меня гераневая, просто гераневая, от Невской палитры тоже. Не скажу, что у меня прям много красок от Невской палитры, но есть такие цвета, которые я люблю и которым я не нахожу замену. А некоторые есть по свойствам точно такие же, но стоят в пять раз меньше, чем аналогичные. То есть вот Невская выпустила, кстати, перелен фиолетовый, и это прямо здорово, потому что он очень хороший. У меня, вот здесь у меня еще от Виндзора и Ньютона, но они абсолютно одинаковые. Я говорю, цена не знаю, во сколько раз меньше, но вот хорошая краска. Ниссанская пурпурная мне нравится, гераневая, нравится. Ну и вот эта ягода самая светлая, то есть у нее прям здесь она на просвет, немножко на срезе видна. И самым ярким, открытым, красно-оранжевым я ее нарисую сейчас. Все, пусть сохнет. А теперь нам нужно нарисовать не один десяток красных смородин. То есть вот сейчас я точно буду использовать две кисточки. У меня их две одинаковые, это мангуст номер три, потому что они для этого подходят, потому что они недорогие. Их можно купить много. И для таких мелочей, там, не знаю, это могут быть ягоды, это могут быть какие-то последовательности лепестков, там, не знаю, ромашки, еще что-то, какой-то цветок, у которого их много, для которого тоже нужно несколько оттенков. Например, тепло-холодное там цветок. Теплое и холодное. То есть вот я буду использовать их. У меня будет одна смесь теплая, и я сейчас приготовлю холодную для них. И буду просто... Начну отсюда, потому что вот здесь еще мокрое, я не хочу, чтобы тепло. Как правило, когда ягода освещена зеленым светом, то шкурка у нее отсвечивает, так же, как я приводила пример про листья, шкурка у нее обычно отсвечивает холодным. и в том месте, где у нее блик, обычно у нее цвет довольно темный и холодный. То есть блик мы видим там, где падают прямые лучи света. А там, где она видна уже на просвет, она, как правило, становится более теплой. Я прямо беру и вот так вот добавляю. То есть я не смешиваю опять же эти цвета на палитре. Тканье у меня перемешаются потом плавно на бумаге. Хочу сказать, что обычно для красного, для получения прям яркого цвета, одному слою бывает недостаточно. Может быть, да, может быть и нет. Здесь я вставляю место, просто здесь будет... Не знаю, как называется, хвостик черненький. Не хвостик, а место противоположное хвостику. Тоже, вот здесь вот у меня она начинается с темного места, то есть там шкурка видна. Кое-где могут быть темные места, потому что там просвечивают семечки. И вот двумя кисточками удобно, потому что это монотонное, монотонное довольно рисование. А, ну и вот я хотела сказать, что обычно не хватает для яркого цвета, то есть когда высохнет, он станет прямо светлый очень. И, скорее всего, нужен будет второй слой. Если прям яркого-яркого красного хочется добиться, то нужно будет в два слоя. Еще на поверхности смородины можно видеть, знаете, как это называется правильно, когда вот ягода разделена на дольки. То есть нужно иметь какую-то кисточку для того, чтобы протирать тоненькие места. То есть в моем случае я вот сейчас на ягоде протираю. Можно протирать не на ягоде, это может быть что угодно, трава, любой свет. Вот нужна синтетическая плоская кисть. То есть у меня вот такая, но можно использовать под колонок на черной ручке. Тоже у Рублева есть такая кисть. Ну, и, в общем, абсолютно одинаково. Сейчас я стараюсь быстрее, для того, чтобы какой-то законченный вид этот YouTube приобрел, я читаю законченную работу. Также использую две кисти, видите, очень удобно. dil очень удобно. Есть все. Сделайте только с ticking, ть-да Рабệне. И мне нравится. Что то ты помнишь, пожалуйста. В тех ягодах свет все равно виден немного по-другому, свет и тень, то есть они не прямо одинаково будут. То есть поглядывать нужно либо на натуру, либо на фотографию, которая выполняет роль натура. Вспомним о тоне, чтобы они не ссыпались между собой. То есть если мы их способны разглядеть отдельно друг от друга на фотографии, значит есть какое-то отличие. Нужно понять, в чем отличие, в цвете либо в тоне. Теперь перейдем к верхней, она самая светлая, самая яркая. То есть цвет, которым вы ее сделаете, он будет зависеть от того, какого цвета и тона клубника на фоне. То есть она должна быть светлее. Так же, как края ягод, которые, допустим, я сейчас ссыпаю. Так же, как я сейчас ссыпаю. Так же, как я сейчас ссыпаю. Так же, как я сейчас ссыпаю. Ну вот, на мой взгляд, вот эта имитация мангусы, это, наверное, прямо самая универсальная кисточка. На нее и конец тонкий. Видно, что можно мелкие детали делать. И она довольно пластичная для того, чтобы написать небольшую заливку. И надо будет написать грозь справа. Это крайняя, она самая темная. Даже блика на ней не видно, она почти сливается. Кроме белых полосок, которые будут бликовать на шкурке, там внутри просвечивают темные полоски, которые делят на сегменты ягоды. И так же семечки. То есть их тоже можно тут же сделать. И это как бы тоже будет работать на иллюзию прозрачности. И грозь вправо. Она самая светлая, потому что освещение падает, как будто вот отсюда свет идет. В общем-то это видно, потому что тень падает вот в эту сторону. И здесь ягоды, они выглядят даже довольно плоско за счет того, что они полностью находятся на просвет. В контражурном освещении, то есть там минимальное различие между зоной света и тени, ее почти нет. Они все будто светятся и выглядят очень теплыми. Единственное, что у них есть, это есть просвечивающие зерна внутри. Небольшой обыльчок, его просто оставляем. Семечки. Вижу, что они посетят вот здесь. Вот здесь. Здесь есть небольшая тень, потому что она уже, в этой ягоды находится, она загорожена предыдущими. И, конечно, здесь свет немного другой. То есть у нее самое светлое только внизу, там, где свет, солнечный свет проходит сквозь семью. И точно так же там есть внутри зернышка, которые видны на просвет. Еще парочка будет довольно светлых, и вот эта троица будет в тени уже, она темная. Там, наоборот, будет минимум теплых оттенков, минимум видно на просвет, и они будут больше выглядеть плоскими и темными. Там уже не будет видно зерен. Так же, вверху на шкурке посвету мы видим блик и локальную окрашенность. То есть так-то красная смородина, достаточно темная ягода. И внизу, там, где проходит свет солнечный, видно яркий, я не знаю, как это правильно называть. На контур блик будет яркое свечение, яркий засвет. Осталось несколько ягод в тени, они, наоборот, планы, видны почти силуэтом. Теперь беру свирилен фиолетовый. Немного меняю смесь, потому что мне их нужно накликнуть друг от друга. Ну, и хотя этого не видно, можно добавить здесь теплое свечение, потому что так будет просто красивее. Хотя на рейтинге этого нет. Мне это очень нравится. Все, и заканчиваем. Ягоды. На самом деле, то есть, ну, как бы это первый слой, по большому счету, это основа для какой-то проработки бесконечной. То есть можно сделать второй слой, будет более детализированно и ярко. Можно рисовать вообще, как в ботанике, можно еще нанести три, там, 30 слоев, 10 слоев, чтобы сделать ряда. Очень часто видно между светлыми прожилками, которые видны на шкурке, как раз между ними видно вот такие схемечки, которые видны на просветке. Вот, и теперь осталось зелень. Но, кстати, чтобы мне зелень сделать, мне нужно будет снять маскирующую жуткость. То есть способов много, я чаще всего просто пальцами набираю, мне так удобнее. Можно ластиком, конечно, собирать. Если рукой, то, чтобы качественно было. То есть здесь према, без того какого. Ну, вот здесь не могу, да, я еще снять, потому что она размажется обратно. Я беру там, где наносила. Потом достираю, когда подсохнет в тех местах, которые боюсь размазать. Смотрите, нам нужна зелень, нам нужно сделать хвостик. То есть зелень, ну, можно взять, в общем-то, любую кисть тонкую. Опять же, можно вот эту имитацию мангуста, синтетику, она прям совсем универсальная. Можно сделать все ей. Для зелени я люблю брать за основу что-то вроде травяной зеленой. Травяная зеленая, она же сабгрин в других наборах. В Невской полиции тоже она отличная, мне она вообще вполне устраивает. Ну, вот то, что лучше, когда окраска хорошая, и мне зачем больше. Я сейчас покрою на первый слой эти зелени, и потом покажу, когда я рисую хвостики, ну, некоторые кисточки, которые демонстрировать, потому что хвостиками обычно всегда, ну, как бы, вот их, для многих людей, все врубло, там, ну, когда рисую, например, на мастер-классах или в студию, влайн, в гости, например, то есть есть желание нарисовать их очень контролируемо. И поэтому они становятся похожи на проволочки, не на живые черенки от ягод. Это могут быть ягоды, не знаю, яблоки, это может быть, когда я кисточки показывала, вчера показывала на пейзаже, там висит работа, это любая трава, это не будет провода. Вообще любые линии какие-то вертикальные и горизонтальные, которые являются разделяющими, например, в этом здании, знаете, кучи, вот так вот, иногда немножко кладку показывают, обычно, ну, здесь нету листа, но вот у меня оставлено, в этом пути изделительных секций. Вот. И сразу же можно добавить. Еще вторая краска, я про нее тоже говорила, которую прямо рекомендую, это петилен зеленый. У наших производителей нету, поэтому это у меня либо Виндер и Ньютон, либо это Дэниел Смит. Иногда, когда нужно что-то сделать быстро, и не хочется, можно получить подобный цвет с вишенем, но иногда, когда нужно немного и быстро, не хочется заморачиваться с теми этими уменьшиваниями разных оттенков, проще залезть в готовую. Тут же, чтобы приглушить зеленый, как правило, на редку, когда. Ну, вот, что, прозраченный оксид красного, либо у Невской палитра, наверное, аналог, это будет железно-окисная красная. Пусть останется так. И что я хотела сказать, это хвостики. То есть, смотрите, обычно, когда рисуют хвостики, даже если, ну, обычно их рисуют зонкой кисточкой, естественно, то есть желание нарисовать очень контролируемую штуку, и, как бы, очень аккуратненько начинают ее вот так вот красить. И получается не живой какой-то природный элемент, а что-то вроде проволочки. И это очень неестественно, редко у кого хватает смелости как-то сделать линию, ну, если люди начинают. Поэтому иногда лучше взять пись, которая не может контролировать совсем. И хотите вы этого или не хотите, получится то, что надо. То есть, вот этот линер, который я тоже вчера показывала, это у меня номер один, он немножко меньше держит материала, но все линии будут живые. И этими линиями очень хорошо мы в студии рисовали лук. У лука, знаете, вот эти усы, которые торчат с другой стороны, из которых луковицы растут. Прямо вот супер даже не в пейзажах, например, а в каком-то обычном мастер-морке. То есть, вот эти все хаотичные живые линии, вот эти трава и, допустим, тот же самый черенок, то есть, начать сверху и там привести его до конца, вот оно, оно будет живо. Вы в любом случае не сделаете ненатурально, просто вы не сможете контролировать. То есть, вот эта кисточка хороша. Вот эта чуть потолще, это то же самое, но номер два. И они, по-моему, еще есть. Потому что некоторые уже кисти кончились, из тех, которые я показывала. Вот эти есть прямо в камин-бе. То есть, вот эта потолще, она в себе больше держит, всего-то в силе не позволяет вести дольше. Ветки какие-то, ну, вот прям как раз для чего-то такого, это то, что нужно. И еще можно сделать это потолще. Вот эта тоже прям очень классная. Она и фактуры делает хорошо, она тоже, я ее вчера демонстрировала. И любые череночки она тоже хорошо рисует. Это более пластичная, потому что здесь другой род синтетики. Вот эта вот меньше содержится. То есть, на линию дает более прерывистую. Вот эта вот более контролируемая, дольше ведете. Может быть, она иногда ровнее. В пластики можно у нее изменить толщину. Ну, за счет ее формы. И поэтому все вот эти хвосты, может быть, здесь не самый лучший вариант, потому что они здесь толстые достаточно. То есть, там у смородины сам хвостик, он толстый, и прямо на нем видно идти не светлый, он не такой неровный, как трава. Вот, но все равно на нем можно сказать. Здесь хвостов немного, но допустим, допустим, там бы еще что-то было, да, какие-то еще там хвостики от ядок. Я бы их рисовала вот так. Например, бы там еще что-то у вас рисовала, для того, чтобы эти линии были живые. И они, понимаете, в этой динамике, то есть здесь тарелка, она прям формой такой обладает. Очень правильно и давящий. Кусок торта тоже отрезан ножом, он прям правильно и давящий. Чтобы какую-то вот, ну, приятную глазу, потому что, как правило, глазу приятно именно вот это природное разнообразие. И для этого там листики можно, то есть листы тоже можно ей рисовать, то есть какую-то тень там ей задать. подробнее прописать, например. Этого не видно, не видно на референсе, но они могут быть. Сейчас мы уберем вот это, то, что высохла. Нам осталось сделать каемку, прямо, чтобы уж совсем закончить. А это я не убрала, потому что... Видите, кстати, поблекло. Помните, я говорила, что я брала прямо из коветки цвет, и он был довольно дикий и яркий. Вот смотрите, в один слой оно легло, и он совсем перестал быть ярким. То есть он не выглядит таким неправдоподобным, в общем-то нормальный. Если бы вы брали смеси сразу же, то есть вот вы брали бы в смеси цвет мокрый, такой, как здесь, обычно получается грязновато. Ну вот по опыту на таких небольших поверхностях, поэтому вот можно, ну, мой опыт говорит, что можно взять из коветки и просто потом, если нужно, долиссировать желаемым цветом. То есть можно даже здесь, например, еще добавить яркость. Я бы даже, может быть, точно так же еще раз взяла яркую краску. Вот эта бумага Сандерс, конечно, она любит 2 и 3 слоя, и чем больше воды, по-моему, я говорил, то есть у меня здесь довольно жидко было, чем больше воды, чем больше поблекнет цвет. Ну вот он это самое и сделал. Вот, что еще сейчас нужно? Нужно немного приглушить блики, потому что они не будут такими. То есть вот здесь вот это белое, когда снимаете маскирующую жидкость, ну, я ее нанесу не очень аккуратно, но, как правило, она создает такой эффект аппликации, видите, вот она белая, то есть объем рисовали, убрали, когда она как будто режет. То же самое бывает, когда, например, на чашке наносить, вот здесь, когда наносите жидкость, там, где у вас блики, то есть они останутся такими белыми, только буквально в нескольких местах. В остальном месте они будут окрашены. То есть вот здесь блики будут окрашены отражением поверхности горизонтальной. Помните, я говорила, что они все бесконечно друг друга отражают, и как зеркало, которое друг друга смотрится, одно отражает другое, а потом освещает вот это отражением того в одно, и вот так вот до бесконечности. И поэтому, когда жидкость сняли, нужно немножко сгладить вот эти блики. Вот здесь их не будет уже таких. Можно просто пройтись даже кисточкой. Вот здесь тоже я, конечно, неаккуратно наносила, я спешила и не следила за тем, как она ложится. Блики будут иметь форму на поверхности. Как правило, на поверхности ягод блики имеют форму окна. То есть, знаете, если присмотритесь даже в вазочку, да, там видно вот так вот форму окна, это мини-окно, и поэтому, как правило, они имеют вот такую вот форму, вот такой формы блики. То есть они не пятно, которое я нанесла вот так сумбурно, но можно наносить сумбурно, а потом просто поправить. Но это тоже надо иметь в виду. И вот такого яркого цвета блики, они будут, например, только с этой стороны. Чем ближе к тени, тем больше блики будут окрашены всем на свете. То есть здесь будет их окрашивать торт, их будут окрашивать тарелки, их будут окрашивать другие ягоды. То есть они будут приглушены, и такими они уже не будут. То же самое здесь. Еще на самом деле, вот когда сделали эти хвостики, например, то можно посмотреть, что он же толстенький у смородины, и у него есть зона тени и зона света. Можно взять и сделать по более светлому, прям совсем темным, черкнуть его пилиндерообразную форму. Но тоже не красить, а вот, ну, все рука слепла, неважно, не красить, а бы оно легло свободно. Потому что ничто так не убивает вот эту живость, когда он, то есть вот этот шарик, он шарообразный, все форма довольно строгая. И хочется вот этого вот, для того, чтобы живости придать, и глазу было интересно, просто, но все же затевается для того, чтобы было интересно смотреть на это красиво, да. Вот, кстати, фон, видите, вот я говорила, что происходит. Видите, оно выплыло, то есть теплые цвета, краски, они как бы потоком воды их унесло дальше, а крупнодисперсные легли там, где положили, и дали вот эту грануляцию. То есть вот, когда фон даже как будто бы вот такой, его не обязательно делать монотонным, можно вот играть на том, что краска позволяет сделать. Вы знаете, это не то, что теплые, просто получается так, что вот эти синие, это свойство этого пигмента, ну, они крупные, да, они крупные, они крупные, то есть они ложатся, видно, даже видите, они вот в эти ямки ложатся от бумаги. Вот, вот здесь кобальт и циррулем, ультрамарин точно такой же. Ну, вот, например, синяя фтала, она, конечно, очень мелкая. И она, нет, нет, и если вы, допустим, хотите рисовать ультрамарином, нужно смотреть, чтобы это была не имитация, потому что вангог, отличнейшие краски, это более, ну, бюджетная линейка Рембрандта, но у них кобальт, нет, кобальт, у них не кобальт, нет, не циррулем, циррулем, вот, у них не циррулем, а смесь белила и фтала, то есть это вот такая краска с белилами, если ее использовать для вот таких целей, она даст зеленку. Помните, я говорила, что фтала вместе, ну, вот, даже, собственно, можно показать, то есть, а, вот она, эта бумажка, да, вот здесь видно, да, вот, например, ультрамарин и сиена натуральная, а теперь, если мы смешаем вот этот фтала, на основе которого часто делают циррулем, если это не имитация, нужно смотреть, чтобы это была не имитация, потому что вот эта краска очень мелкая, это современный органический пигмент, и он настолько мелкий, что он прям, ну, если капнуть, то он ничем не вытруется уже, и вот, та же самая сиена натуральная, вот, и будет зелень, да, видите, вот прям зелень такая будет, и совсем не, ну, не вот такой цвет, вот, зеленка, поэтому, что еще хотелось, ну, вот, допустим, тут вот эта фактура, да, вот колоночек, у меня, да, вот эта маскирующая жидкость, вот здесь я просто кисточкой делала хаотичные движения, вот такие, нет, не убирала, я просто по-супому, да, я по-супому, по-супой бумаге, для того, чтобы их оставить, вот как-то, вот так вот, ну, что-то вроде того какие-то, просто санитировать, да, как это же так, вот, еще вот такие колонки, если девчонки еще не собрали, они есть маленькие, собрали, ну, имейте в виду, в общем колонок сейчас какой-то жутко дорогой, прям жутко дорогой, а вот такие колонки, два, три, они еще можно себе позволить, и вот эти мне очень нравятся для деталей, зачем я его взяла в руки, я что-то хотела сделать, а, ну, нам нужно, ну, в общем, нам осталось вот эта двойка, есть два с половиной, причем, не знаете, очень нравятся именно у Рублева, вот эти промежуточные номера есть у полонков, а полтора, если днерка мне очень маленькая, а полтора нормально, есть еще три и два с половиной, и вот иногда нужно именно два с половиной, то есть это то, что, я просто хотела хвостики сделать, и то, как-то было, выглядело, вот, и иногда два с половиной, это прям то, что нужно, ну, Ну и цена на них еще вполне себе. И кисти знаете, да, чем различаются? То есть они бывают одинаковые, сложно понять. Я сама не знала до тех пор, что у меня Женя не рассказала. От цвета обоймы зависит длина ворса. То есть если обойма желтого цвета, они прямо одинаковые, колонки по номерам и все. Но если их поставить рядом, то у кисточки желтая обойма, у белки колонка, у нее будет ворс покороче. То есть вот эта более пластичная, гибкая, она более длинная. А у желтой обоймы будет более короткий, упругий ворс. Ну, ручка, Женя, вроде бы она только влияет, ну, как бы просто на удобство, а сама, да, сама одинаковая. Ну, и вот еще золотую каемку, чтобы я хотела рассказать про золотую каемку, что... Ну, я тоже, кто неоднократно говорю, может, уже кто-то слышал много раз, что золото... Ой, это я что-то кому-то объясняла. Золото, то есть опять же, вот если мы берем, прям смотрим на золотую вещицу, ну, не знаю, колечко, и какой-то его плоскую раскатываем и под ровным освещением положим его на поверхность. Оно будет, ну, какое-то условно, не знаю, желтоватое. Хотя этот цвет его сложно выделить. И как только вот этот золотой металл, ну, это же металлическое покрытие, ложится на форму, а эта форма попадает в какую-то цветовую среду, так, собственно, вот она здесь какая угодно, но только не желтая. Вот здесь вот желтого-то практически нельзя найти. И поэтому, как ни странно, ну, золотая каемка, чтобы ее нарисовать, желтого там не будет. То есть я беру цвет, это будет основа для, ну, для вот такой каемки. Это элемент Антанского, можно взять лимонную, например. Нет, я не беру. Вы имеете в виду блестящая, прямо золотая краска, так называемая? Ну, знаете, нет. Да, знаете, мне вот как бы интересен такой подход, наверное, скорее больше, не знаю, мне трудов стоило начать применять жидкость маскирующую. Мне казалось, что это же не спортивно, это неправильно. Нас же учили, что только цвет бумаги и настоящий художник, без всякой, вот эти билиберды, ну, это все было долго, да, еще давно-давно. И смотрите на фотографии, ну, например, то есть на принтере точно нету золотой краски в нем. Там есть, там, не знаю, 4 порошка или 3 порошка. Ну, вы же понимаете, что это золото, вы считываете, что это золото. Поэтому мне кажется, что здесь интереснее понять, как это работает, за счет чего мы можем понять, что это золотая штука. И вот важно разложить на, то есть проанализировать и разложить, ну, как мы это видим. И тогда мы можем это повторить имеющимися пигментами, потому что там 3 порошка в принтере, которые он сюда впечатывает, и краски, которыми мы располагаем. Да, 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 вы правы. Ну, то есть что еще здесь? Здесь будет много, конечно же, может быть много бликов в ней. То есть их можно немножко преувеличивать, можно изучить получше, что там мы видим, но можно просто показать, потому что они будут. Еще информация о цвете, она теряется на фотографии очень сильно. Тоже я прям много раз, например, приводила. Например, вы возьмете, если это фотография в фотошопе, и посмотрите, и потыкаете пипеткой, ну, пипеткой прям ткнуете, и просто вот пипетка определяет цвет, а потом вы кисточкой фотошопной в этот цвет не ставите точку где-нибудь на белом месте фотографии, а потом этой же пипеткой вот сюда, а потом вот сюда. И вы знаете, вы удивитесь, вот здесь вы видите оттенки разные, и на самом деле их нет. Это будет, ну, вот здесь будет какая-то градация, но в большинстве своем вот здесь, вот здесь, вот здесь будет один и тот же серый цвет, прям просто серый. То есть я много раз проводила этот эксперимент, и получается, что наш мозг, глаз, он сам додумывает, он сам обрабатывает эту информацию, и эту картинку вам выдает там, так как она должна быть. Вы как бы видите то, что вы знаете уже. Вот, и поэтому я говорю, что можно сюда, конечно, посмотреть, но также важно понимать, что здесь, во-первых, а, искажены цвета, ну, просто не хватает, теряется информация о цвете, и, во-вторых, она искажается восприятием. Поэтому это да, это правда. Вот, например, я вижу, вот мне кажется, что здесь синее, здесь теплее, но вот фотошопом тыкнуть, они одинаковые между собой, это удивительно, но иногда у меня был, я так разбирала, у меня была фотография, там была ваза с анимонами, и казалось бы, что прям точно видно анимоновые блики на белой салфетке, потому что они очень яркие, насыщенные, и в вазе как-то видно, но на самом деле, кроме анимонов, цвета не было, то есть там были все оттенки серого, вот когда я фотошопом разобрала, просто наш глаз так складывает, он видит, он воссоздает эту картинку, знаете, как, например, фунтилизм или что-то, то есть это пятна, а вы отходите, вдруг оно в 3D, ну то есть мозг сложил в 3D, вот, как правило, то есть это какие-то светлые места, не очень-очень темные, для темных можно взять, например, вот такую краску, типа оксида красного, или ультрамарин, они дадут вместе темный цвет, который можно двигать, он будет то чуть-чуть теплее, он будет то чуть-чуть теплее, то он будет чуть-чуть холоднее, но вибрация, она тоже хороша, и тоже, если внимательно посмотреть, то можно заметить, что она, вот эта полоса, она побольше, часть темная, чем светлая или золотая. Продолжение следует... То есть иногда нужно избавиться от этого восприятия, от этого золотой, и сразу хочется взять желтую краску, либо правда, либо золотую. Получается? А, да, золотой, да. Это вы, наверное, позолоченное имеете в виду яблоко, да? Два, как раз мы все успели. Вот, ну, допустим, что бы я еще... Мне нравится колонок, конечно, вот такой классический, он удобен, он пластичный, он всегда во все времена... Ну, всех формах будет... Вот, то есть... И кончик у него... Сейчас у него вообще один минус, пацана, то есть он чудесен, да? Вот, но он прекрасен, все равно колонок, я возьму ее в руки. Ну, чтобы я вот еще, например, это делал, у меня еще есть три минуты времени. Верно, я бы начала реализировать больше, и тут, чтобы они стали сдаваться, ну, чтобы где-то темнее, здесь бы поделикатнее вот эти все места проработала. Посмотрела бы, как глики лежат. Здесь вот точно контрастнее видно, да, что краска ушла, и теперь, конечно, хочется больше туда не сделать. То есть, ну, как бы это не однослойная получается история. Хотя бы два хочется. Опять же, нижняя часть, вот она темнее, чем фон, то есть ее... А сейчас, чем тень, вернее, она прям очень темная. Ее нужно... Какое сделать? Я бы сейчас смотрела, где мне не хватает фона. Вот здесь вот здесь. Какое? Вот это? Вот это будет. Да-да-да, кстати, голубое. Здесь нет, а там есть, да. Вот. А, вот я зачем брал? Маленький. Я хотела сказать, что, ну, то есть фактуру такую глибничную можно доделать просто пятнышком хотя бы обозначить в этих ямках зернышки. Немножко. Я живу в Кургане. Это на Ураге. Это рядом с Екатеринбургом. Ну, в Южнее. То есть, я шучу, что на самом деле Юг России, это мы точно, у нас южная граница с Казахстаном там ходит. Не факта. Нет. У нас одинаковая примерно чем припром. Одинаковая. Ну, как бы и далеко, и нет. Ну, знаете, два с половиной лета, я думала, что Новосибирск будет жертв. Я не знала, что на два часа разница. Как в Москву. А не осознаешь масштабов страны, а потом оказывается, что ты даже еще до... Ты только на середине находишься. Что еще потом? Столько же. Вы знаете, как он не делай, на самом деле, то есть он просто... Это была заливка из неаполитанской желтой. Очень светлой. Можно повторить эту процедуру, просто вот она уже ушла, то есть она краска проседает, из неаполитанской желтой. И потом вот эту заливку я просто использовала как основу для того, чтобы влить туда краску. А краску я брала. Ну, вот. Ну, просто красный, да, какой-то. Я всегда сначала посмотрю, а потом не знаю. Вот там, да, может быть, конечно, можно. Ну, вот, знаете, здесь вот прям то же самое, про что я говорила, только сделано. Я не торопилась, не болтала и больше думала о том, что я делаю. Вот. То есть вот точно так же фон тем же, прямо, сделан. А вот здесь, да, вот эти, видите, вот они про шкряба. Да, вот здесь сделано, вот это сделано длинной кистью. То есть вот она, видите, она дает пластичный. Видите, да, здесь я делала вот такой, она больше... Вот. Кстати, вот она высохла, то есть весьма удобно, не надо ни о чем думать, просто вот так делать, убираете, она снова новенькая. Вот, за это я ее очень люблю. Ей удобно наносить, например, даже где-то вот такой блик, она его делает, знаете, на поверхности стекла, вот этот. Можно на ягоде, там, вот такое делать. Но вот эти вот, видите, кисточкой, да, кисточкой. Ну, вот тоже та же самая каемка, то есть, ну, тут я быстро показала, принцип такой же. Здесь два, здесь два точно, и может быть где-то сделан, вот в самой тени, может быть где-то сделан. А знаете, как, это то же самое, я повторяла, то есть, как здесь, вот я сразу брала два-три цвета и немножечко делала, но за счет того, что, ну, быстро, да, спешила, вот видите, яркость потерялась, хотя цвет я брала, прямо яркий, но она ушла. Чтобы вот поярче сделать, здесь нужно второй положить, ну, либо лучше гораздо брать, краску. То есть, чем прозрачнее раствор, тем, конечно, больше уходит цвет. Ну, вот золото тоже, то есть, золоте золотого минимум. Больше красного, больше темного, на самом деле, по большому счету, эти левоты каемки, они просто темные, скорее. Вот, хотя мы считываем, что это золото. Да, можно, можно, конечно. Хотела посмотреть, но вдруг я что-нибудь... А, ну вот, это очень старая работа, я не знаю, лет уже года три, вот с мастер-класса. Вот смотрите, суть та же самая, то есть, видите, вот эти ягоды, то есть, в том месте, где у них блик, они выглядят, холоднее, в том месте, где вот этот контраблик, вот они холоднее, темнее, здесь светлее. То есть, вот она как бы, эта иллюзия прозрачности на самом деле строится. А вот эти ягоды, они, по сути, это тоже шарики, но здесь по-другому, то есть, свет распространяется, как просто на шаре, и поэтому они не выглядят прозрачными. то есть, знаете, вот давайте я, сейчас я прямо здесь вот покажу, мне кажется, что я сейчас эту штуку рисую. Например, например, так, да, вот у нас есть объект какой-то, у него вот его локальная окрашенность, вот какая-нибудь, ну, вот такая розовая, предположим, и это будет шар обычный, непрозрачный. То есть, вот свет, например, будет падать вот отсюда. так это же демонстрация. Вот. Здесь будет самое светлое место. где-то здесь будет чуть-чуть посветлее, будет зона рефлекса. опять же, опять же, от того, что его будет освещать, этот шарик снизу будет освещать подоконник, ну, не подоконник, в чем лежит, и тень будет падающая, она будет самая темная. Вот так. А теперь, если это будет прозрачный, вот любая ягода, этот шарик, он бывает шарик прозрачный, бывает непрозрачный. Вишня непрозрачный шарик, любая другая шарик прозрачный. Начнем с того же самого. Допустим, это вот, ну, примерно смесь такая же, и вот, вот, если свет подобрать, то какой был. То есть, вот локальная окрашенность этого предмета, это такая же, это шарика, но он будет прозрачным. Вот до границы света и тени, ну, там плюс-минус оно будет. Это же история развиваться. В том, в том месте, где, ну, то есть, я эту штуку тоже рисую, я не знаю, что-то, я только видел. В том месте, где у нормального предмета, вот здесь вот, тень и клик, но все равно, не клик, вернее, рефлекс, все равно рефлекс, он темнее, чем свет должен быть. Есть? Или это так? Да. Здесь будет светлее и теплее. Вот то, что я в ягодах делала, и в зоне тени тоже станет по-другому. То есть, вот здесь она плотная и темная. Здесь она будет плотная и темная, но не совсем. Вот в этом месте цвет, который, то есть, часть света прошла внутрь, застряла, часть вышла наружу. Здесь будет вот такой клик, который окрасит. Видите, вот они разные. То есть, вот здесь есть, ну, как бы, ощущение прозрачности. Я быстро так, как бы схематично. Понятно, что это шарик прозрачный, а этот нет. Ну, здесь будет даже еще потемнее. И вот, если этот принцип, вот, его можно эксплуатировать в любых прозрачных объектах. Если это будет бокал с вином, если это будет ягод винограда. где-то тут был фон, кстати сказать. Нет, у меня был виноград. Знаете, там такая... А, вот девочки, кстати, то же самое, то есть, на просвет становятся. Вот, в банке, вот банка, например. Вот оно то же самое, то есть, схема то же самое, работает одинаково. Нет, нет, желтая. Не желтая. Вот, вот он. Вот, то же самое, то есть, вот это свечение, оно достигается за счет того же. То есть, это прозрачные ягоды, и, в принципе, они в такой же воде. Некоторые в тени, они менее прозрачные, они перестают светиться, потому что нечему проходить насквозь. Они лежат на дне тарелки, вот сквозь сети проходит то, что за ними было, а сквозь сети проходить нечему, потому что там загородлено от света. Вот эти светоносные самые, вот они. И, ну, как бы вот, суть вот она, одинаковая, которую можно этот принцип эксплуатировать везде. Ну, эффект будет для себя поможен. Не знаю. Да нет, почему многие художники... Вы прямо вообще... Ну что, они же... Могу себе позволить. Можете, можете вообще. Можете. Знаете, все зависит от задачи. то есть, если есть задачи, можно ограничивать палитру, нет задачи. Нет, знаете как, на самом деле она всегда ограничена для чего-то. Вот здесь их не было много. То есть, здесь у меня была пара красных, кобальт, пара теплых, коричневых, и вот эта венецианская, пурпурная, да. Их здесь-то немного на самом деле. То есть, вот здесь, наверное, 8 было. Ну, тремя я не люблю пользоваться. наверное, 8. Ну да. То есть, мы тебе это немного. Да, да. Просто, знаете, еще как получается, хочется что-то попробовать, ты ее выдавливаешь, она тут лежит, ну, когда-то ждет своего часа. Ну, не знаю, то есть, у меня много всего, у меня много кистей, у меня много красок, мне нравится, чтобы оно было. Я сама решу, должна я себя ограничивать или нет, надо себя ограничивать или нет. Оно, знаете, лучше, когда у тебя есть выбор, есть из чего бы себя ограничить, а когда и нельзя отказаться от того, чем ты никогда не обладал. Понимаете? Нельзя говорить, что я предпочитаю ограниченную палитру, потому что это правильно, потому что у вас никогда не было полной. Вот когда вы поймете, как с полной, сделаете сознательно любо, что вам нужно сузить, это одно. А когда вы просто верите кому-то на слова, я считаю, что нужно иметь опыт собственной. Я не могу сказать, что тогда картина смотрится гармонично, все себя как-то друг в друге присутствуют, я не хочу намешивать, вот смотрите, опять же, вот давайте эксперимент, ой, у меня уже вода убрали. Зеленый, да. Вот я хотела сказать, что вот есть зеленый, это в перилензе. Можно там водичку почему-нибудь ваше? Я просто покажу, и уже тоже буду лавочку сворачивать. Смотрите. Помните, я сказала про перилензе зеленый, что мне нравится его иметь, это классная окраска, которая темная, в которую можно залезть прямо сразу же. Вот. То есть я залезла и добавила то, что мне нужно, и не без танцев с бургами. Такой же цвет можно получить из чего угодно. У меня зеленых особо нету, но вот есть только вот такая зеленая, например. Вот. Можно из нее получить, вот я сейчас сюда добавлю немного фиолетового, немного синего. Ну, все равно посмотреть. Вот. Но плюс-минус, вот я могу получить почти такой же цвет. Не стоит задача прямо один в один, но вот он, допустим, где-то очень похож. Вот здесь они выглядят почти идентично. Да, его можно получить, но у меня есть такой, мне удобнее залезть туда. Вот. Я могу сделать такой цвет, вообще не используя зеленый. То есть я могу сейчас взять какой-нибудь желтый. Ну, конечно надо понимать, что конечный цвет будет зависеть от исходных. То есть там желтых очень много разных, синих очень много разных, но вообще можно получить вот такой зеленый, обойдясь без зеленого вообще цвета. Естественно, смесь будет обладать другими свойствами, чем обладает исходная краска однопигментная. Но, в общем-то, само покрытие можно делать таким же. Ну, да, может быть. вот смотрите, здесь вообще не было зеленого, здесь было что угодно, кроме зеленого. Здесь была зеленая база другого цвета. Вот это зеленый получено из коробки. То есть, если вы знаете, что вам нужно, какой цвет, неважно каким способом вы его получите, вы можете взять себе пять красок и получить вот такой цвет. Можете взять вот эту одну, и у вас будет такой же цвет. То есть, если вы знаете, какой цвет вам нужен, как вы видите свою работу, то, ну, вам самим решать, каким способом ее добиться. Если вам нужен вот прям такой цвет в этой работе, и вы понимаете, что он будет гармоничен, я считаю, ну, не претендую, вообще ни на что, просто мое мнение, мне будет удобнее взять вот такой готовый. Ну, можно вот так сделать, то есть, вот сколько тут всего было, вот он, в общем-то, такой же. Вот. Но, конечно, допустим, можно взять ту палитру, разложить, из чего я получила, здесь, наверное, пять цветов, и ориентироваться на эти пять цветов. Да, тогда там у вас, конечно, будет гармония цветовая определенная, но если вам нужен просто вот такой цвет, вы знаете, для чего он вам нужен. Мне кажется, главное осознанно понимать, осознанно понимать, зачем вы ее ограничиваете, и осознанно понимать, для чего вам такое разнообразие, что это не от бессилия, потому что вы не понимаете, как цвета между собой работают, вы понимаете, что вы можете достичь всего над, чего нужно, но сейчас вам неудобно взять вот это. Вот. Конечно, часто, когда люди только начинают, в чем сложность, почему советуют ограничивать, потому что, хочется помнить, вот там, золотую, взять золотой цвет, для красного красный, для травы там вот такой зеленый, хотя, например, может быть зелени, зелени-то и не будет, и, в самом деле, все, что угодно будет, кроме зелени. Вопрос осознанности, понимания принципа. Тут ведь дело не в самой палитре, а в понимании, даже никак краски смешиваются, понимание вот этой физики цвета, как мы воспринимаем, и что мы должны отразить, а все остальное, оно вторично, оно подчинено вашей цели, вашему видению. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, мне прям... Ладно, вот эта доступность, и готовность, все объяснить и рассказать. Серьезно? Как по-другому слову. Мне прямо неловко, ну, конечно. здесь вот как бы, все, что видите, вот на самом деле, вот эти вот цвета, вы показывали, как бы, здесь есть, и вот это вот, видите, мне... Это я кому-то объясняла, на пальцах, вот эту работу. Вот эту вот, кстати, вот это. Это было... Вот это я, если мне понравилось. Мне бы, если вам понравилось, вот это. Вот это. Спасибо. Спасибо.